Добрый день, уважаемые любители шахмат, уважаемые друзья! Сегодня мы с вами разберем одну из лучших партий, сыгранную на первом этапе Гран-при, который буквально на днях завершился. Завтра стартует уже новый этап. И, безусловно, одной из таких партий, которая привлекла внимание, прежде всего, позиционной игрой, была партия между нашей чемпионкой мира Александр Костенек, также известной как Чес Куин, она играла белыми, и, соответственно, индийской шахматистской Вайшали. Посмотрим эту партию, значит, что здесь было. Была испанская партия, достаточно известный вариант, который, ну, разыгрывается на топ-уровне уже немало времени. Практически на всех топ-турнирах мы видим подобные продолжения. Ну и вот, в общем-то, такое вот развитие событий. Конь С3, также и Аш-3 белые периодически играют, не позволяют вывести слона на Ж4. Но здесь было немножко по-другому. Итак, слон Е3, конь Д4, взяли-взяли, конь Д5, на вид очень простая игра, в общем-то, ничего особенного не происходит, небольшие изменения в структуре. С5, и вот после хода С5, такой неожиданный ход, который, в общем-то, не был обязателен, на мой взгляд, белые захватили достаточно приличную инициативу. А именно, они сначала отфиксировали слона, предложили черного определиться с положением этого слона. И молодая шахматистка, мне кажется, зря не почувствовала опасности. В любом другом случае, наверняка бы она увела слона на Е6, а отправила слона на Аш-5. И вот это вот, вроде бы, казалось бы, естественный ход, который сохраняет связку, на самом деле является достаточно серьезной позиционной неточностью. После чего, белые сыграли А4. Ну, Александр могла, в принципе, начать и с классического конь бьет Ф6, слон бьет Ф6, Ж4, то есть, переходя приблизительно к позиции, которая случилась в партии, где, забегая вперед, черные остаются вот с плохой фигурой. Мы видим, слон на Ж6 ограничен, в отличие от его визави. И, слон может, направиться на Д5, и затем уже белые могут сыграть А4, либо убрать коня с Ф3 и получить достаточно комфортную игру с перспективами. В то время как черные фигуры ограничены, и с планами у них проблемы. Итак, вместо этого последовал ход А4. И здесь, я считаю, Вайшхаль опять-таки ошиблась. Здесь необходимо было подумать, может быть, убрать коня с Ф6, может быть, поменяться на Ф3 все-таки. То есть, ну, играть в позиции чуть похуже, но со встречными хотя бы шансами. Она взяла на Д5, и вот после взятия на Д5 ладья Б8 открывается еще попутно линия А. Мы видим, теперь ладья готова ворваться на поле А7. Александра очень четко это чувствует, играет. Значит, ладья А7, король А8, и вырезает слона белопольного из игры. Мы видим, теперь слон на А5 остается неудел. Теперь, в общем-то, на Ж6 у него нет никакой работы, никаких перспектив. На ферзовом фланге черные также ничего не могут, ни С4, ни Б4. Да и чернопольный слон тоже, скажем так, заслуживает внимания. У белых колоссальное количество приятных планов, но и Александра выбирает достаточно спокойное продолжение. Король Ж2 улучшает позицию короля. В общем-то, вторая возможность была, можно было убрать коня на одной из полей на Д2 или на А2. Впоследствии пойти Ф4. Но, как показывает ход в партии, он еще более гибкий и очень тонкий. После чего, после хода король Ж2, черные в надежде найти хоть какую-то контр-игру сыграли Ф6. Мы видим, слон на Е7 напоминает такую жирную пешку. Но, мы видим, да, обесценены совершенно фигуры черных. Ну и Александр сейчас как раз-таки находит время для улучшения позиции еще одной фигуры. Конь идет на А4. То есть, одна из основных идей при случае даже взятия на Ж6, помимо хода коня в 5, так же, как и ход Ф4. То есть, у белых здесь колоссальный приятный выбор. И они здесь, конечно же, контролируют игру полностью. Вайшали решила попытаться разменять немножко активного слона. Слон на Д5 просто совершенно убийственный. Он работал на два фланга, как и на королевской, так и на ферзе. Он придерживал ладью и обеспечивал сладья на А7 спокойствие. Ну, Саша сыграл и конь Ф5. Опять-таки, нападение на слона Е7. Размен на Д5. Но лучше от этого черным не стало, потому что теперь открывается еще и линия Е для вторжения. Вот мы видим, плохая фигура у черных остается надолго. Ладья Е8. И еще один стратегический грамотный заезд. Слон Ф8 и ладья Е6. Обратите внимание, то есть, здесь очень здорово располагается ладья с приподдержкой пешки Д5. И пешка готова эту ладью заменить в случае, если будет произведен размен. Белая пешка непосредственно попадет на Е7 и черные останутся как минимум без фигуры. Естественно, такую позицию защищать крайне неприятно. Ну, Вайшали попыталась отогнать коня. То есть, это, пожалуй, правильный и единственный правильный ход. Наверняка у белых, может быть, еще какие-то были дополнительные ресурсы. Ну, Александра просто взяла на Е8. Можно было сыграть сразу конь Ж3. В принципе, объективно, все равно позиция плоха. Ну, и мы видим очень активная ладья по седьмому ряду. Тоже немалый бед может предложить черным. Соответственно, ФЕ5. Централизация. Белые защитили эту пешку на Д5. Ну, это видимость активности такая, что ФЕ5. Это, пожалуй, она очень быстро заканчивается. А плохие фигуры остаются. С4 попыталась, единственная шахматистка, хоть как-то активизировать свои фигуры. В случае ДС, понятно, БС. Ладья сразу же начинает атаковать пешку Б. Но белые, естественно, это не дали сделать. Пошли ФЕ4. И после ладья Е8 последовал еще ход, который вынуждает черных размен осуществлять ферзей. После чего позиция совсем становится плоха. Мы видим, конь сейчас готов ворваться на Ф6. Возможно, удары матовые идеи. И после Ф5 Александр наносит сразу же удар на Х7. Ничего другое не спасало. То есть, можно было играть и слон Е7. Но в этом случае слишком пассивно положение фигур. Можно сыграть как Ф5, заштамповать этого слона. Впоследствии ладья Б7. В общем, потом начать собирать все пешки ферзового фланга. И совершенно удивительной красоты конь на Е4. Что же произошло дальше? Значит, после Ф5 Саша съел на Х7. Произвела небольшую атаку. Мы видим, скушала на Е8. Таким образом выиграла пешку. Ну, а дальше, в общем-то, игра уже заканчивается. Так как белые съели абсолютно все. Ну, в этой безнадежной позиции Вайшаль признался у поражения. На мой взгляд, очень поучительный пример на тему плохой фигуры. На тему бесплановой игры. И вот Саша очень здорово продемонстрировал, как в таких случаях бороться против таких вот фигур. Очень классный поучительный пример. Не будьте внимательны к своим фигурам. И до новых встреч. Пока.